4,5 миллиона документов из фонда Самарской областной универсальной научной библиотеки переведут в современный формат. Теперь, чтобы ознакомиться с той или иной книгой, не обязательно искать ее в хранилище. Достаточно получить доступ к базе данных. Об этом заявили на публичном отчете руководители библиотеки. Сейчас большая часть фондов уже оцифрована, дело осталось за малым, впрочем, проблем хватает. Татьяна Пудова обо всем по порядку. Новые технологии в библиотечном деле в действии. За ними будущие на прямой связи коллеги со всей области. Говорят о пополнении фондов и о тотальном переформатировании. Библиотека будущего – это не просто хранилище книг, а место для дискуссий, экспозиций и даже театрализованных представлений. Музей здесь уже есть, главные экспонаты – старинные издания. Мы приобрели в 2013 году уникальную электронную библиотеку «Наследие библиографа», которая насчитывает 245 томов очень ценных репринтных изданий. Они оцифрованы. Это справочники, это энциклопедические издания, изданные до 1920 года и после этого ни разу не переиздававшиеся. Многие из них ни разу были признаны лучшими на международных выставках. Здесь и древние рукописи, и даже настоящие произведения искусства. Но и они уже есть в более доступной электронной версии. Мы определили для себя тот перечень, который для нас и для России является уникальным. То есть те книги, которые не хранятся в фондах других библиотек, это книги краеведческого характера, это редкие и ценные книги, которые не имеют фонды других библиотек. Это книги, которые изданы на территории Самарской области. С каждым годом все больше книг приобретает своих цифровых двойников. Сейчас электронный фонд насчитывает свыше тысячи экземпляров. Но пока библиотека может предложить в таком формате лишь научную литературу. В этом году оцифровку планируют завершить. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губернии.